Всем кусть, ребят, с вами Леоми, добро пожаловать обратно в Робоквест. Мы в прошлой серии с вами сделали забег, наконец-таки, на Проныру, на стартовый пистолетик, за Рейнджера. Сегодня же, ребят, у нас по порядку идет разведчик. И за разведчика я бы хотел сыграть в милибилд, агрессивно весьма, и через его именно навыки, то есть не через какое-то миличное оружие, а именно через его кинжал. Собственно, по порядку, ребят, у нашего фиолетового робота рывок, 80 секунд кулдауна. Телепортирует на 6 метров вперед, вызывая взрыв с высокой ударной силой и прибавляет 2 единицы комбо. Ударная сила, это вроде как означает оглушение еще на определенной области. Кинжал. Его дополнительный навык, чтобы совершать ближнюю атаку, носящую 65 урона. Умение кинжал при устранениях создает дополнительно 2 ремонтных клетки, а при попадании умением по боссам создается 3 ремонтных клетки. То есть их можно будет набирать в принципе много, особенно если увеличить себе скорость атаки. Скорость применения этого кинжала. И пассивкой у нас идет прорез. Устранение врагов и попадание умением кинжала по боссам прибавляет 1 единицу комбо, максимум 5. Когда комбо на максимум, вместо умения кинжал совершается особая атака-прорез, наносящая на 200% больше урона. То есть только урон, так как что и х3 выходит. Потому что плюс 200% плоско. Прорез не прибавляет единицы комбо. И у него есть одна из обычных прокатчик. Это прорез требует на 1 активацию комбо меньше, 1 единица заряда. Я так полагаю, что их можно скорее всего взять штучки 2, наверное, плюс-минус. Там какое-то ограничение есть? Вот как типа у кого-то еще тоже было какое-то такое ограничение. Я не помню, честно говоря, что... А, по-моему, у коротышки было минус секунды кулдауна, что ли. Что-то такое. Но нельзя сделать 0. И здесь, наверное, тоже там типа парочку можно взять, но не более того. В принципе, если комбо будет требовать 3 штучки всего лишь комбо требоваться для прореза, будет очень круто. Посмотрим, что из этого получится. У нас тут много всяких этих самых взятых. Я немножко еще за кадром побегал, собственно, посмотрел, но... Особо так всерьез не играл, в общем-то. У меня есть определенные мысли, что мне сегодня, ребят, пригодится. Ну, а так, в общем-то, вроде бы... Вроде можно начинать. Одно из вот самого ценного это неумолимая погоня, которая после ровка повышает скорость атаки и скорость перезарядки нашего кинжала. И скорость перезарядки еще бафает очень сильно. Еще и рывок дает взрыв. Взрыв такой, как его делается, отмечающим у ровка становится. Это один из самых важных уровней, ну, один из самых важных перков. Рукопашка также неплохая, потому что мне важно подкачать резисто. Робот топлива может пригодиться. Оно повышает скорострельность, урон скорость перезарядки, скорость атаки у меня кинжал. И скорость перезарядки, но оно не даст нам какой-то выживаемости особой. Можно любимчика взять, который повышает урон кинжала, но сам по себе он не настолько прям нужен. Там динамо-машина, потом рывок, привалять 5 единиц комбо тоже хорошо, конечно, но не прям сильно необходимо. В общем-то, есть что подумать еще. Ну и давайте, ребят, в общем-то, начинать. Я думаю, лайкосик под видосик. В общем-то, ребят, как обычно, мне будет безумно приятно, безумно приветствуется. Так, у нас тут что по улучшениям? У нас есть улучшение... Вот я надеялся, что мне сейчас выпадет, на самом деле, 1 секунду порезка кулдауна, но превосходство тоже неплохая штука. Это повышает урон только прорез, зато очень сильно. А это кинжала. В идеале мне найти усиление прореза и уменьшить его количество зарядов, и то, и другое, то есть больше играть от него именно. 75% бонус на урон, это будет 275% в итоге. То есть не баф множителем, это плоское прибавление к тому эффекту. Либо чисто кинжал лучше. Кинжал стабильнее, но с урону. Давайте возьмем себе вот это. Я не знаю, что здесь будет лучше. По оружию со стартом и, в принципе... Пускай будет вулкан, он удобный весьма. И, ребят, я, как видите, нафармил ключей за кадром. Давайте подонатим этому челу. Если ты донатишь ему, собственно, играешь... У него вот эта шкала сверху, она заполняется. Неудача, к сожалению. Вот. И она сбрасывается каждый этаж. Если ее до конца заполнить, я так понимаю, что должна быть какая-то особая награда. Возможно, что будет чудесное оружие. Оно требует много ключей. У меня, вроде как, должно их хватить, да. Жетон кузнеца Джо. Хорошо. Пригодится, возможно. В чем я там до этого был, я, кстати, не обратил внимания совершенно. Что это такое? Взять у... О, взять улучшение. Это, кстати, очень круто. Просто халявное улучшение. Правда, не совсем подходящее. Но ремонт оботорим, ремонтоклетки исцеляют лучше. Кстати говоря, вот это полезно весьма, потому что... Мне нужно будет много хиляться. Так. И за 16 игра... 6 ядер. Это все? А, нет. Вот теперь последняя игра. И он теперь светится вот так. Окей, давайте сыграем. И он дает мне жетон кузнеца Джо. Это все? Это типа какая-то мега награда? Я что-то не понял. Может, жетон кузнеца Джо очень как-то сильно ценится, но, честно говоря... Я его не особо так воспринимал прям сильным каким-то дропом. Я надеялся на какую-то мега награду. Это типа ты со старта можешь себе просто начать забег. Получается, сразу такого большого бафа. У меня на ПКМ, соответственно, ребят, сейчас вот эта атака стоит, потому что мне... Сегодня мы будем пользоваться ей много. Я полагаю. Поэтому я себе поставил обратно, собственно, вот такое именно управление сейчас. И, в общем-то, за хранителя, за кадром я также побегал с мили немножко, кстати. Побегал в том числе именно не через его, Бонь-Кувалду, да, например, а через силовые перчатки и через бензопилу еще. Но больше через силовые перчатки. И на самом деле, вот, когда без записи, собственно, я играл, я как-то, я не знаю, я так фейсроллил люто. Вообще было без напряга абсолютно. То есть... Комнаты чистились очень быстро, но на боссах это была адская боль. Просто на Ирис я еле ее снес. Очень было потно. Так, это шоковый урон, но теряешь возможность оглушать врагов. Шоковый урон бафнуть очень сильно. Вопрос в том, что сделаю ли я себе инфузию над свой кинжал. Если на Вике открыть страничку перса, собственно, тут у нас все, да, весьма устаревшая информация. Какие-то картинки не прогружены, но основные апгрейды перков вроде как можно посмотреть, на них можно ориентироваться. Тут есть получение урона кулдаун. Блинка сокращает себе и дает себе резист потом на после использования блинка. Делать его элементальным это мне особо не интересно. Вот это мы обязательно хотим взять. То есть получается как раз таки огромный баф после блинка. И также еще дает себе бесконечные патроны, но это мне особо не надо. Вместо этого может быть какое-то обычное лучшее не взять. И вот метка, понятное дело. Элементал дэш вот есть. Когда ты используешь блинк, у тебя элементальный взрыв социально происходит, собственно. Ты убираешь стихии. Я могу выбрать шок, и потом один из апгрейдов это можно взять себе будет как раз таки, как его, инфузию на даггер наш, чтобы он шоком бил. И еще усилить шок в урон добавить на 20%. Это очень ощутимо. Потому что у меня с дамагом могут проблемы. Так, турелька после рывка нам не нужна. Шарп вейв. Это запускать такую острую волну при помощи нашего оверслэша, то есть усиленной атаки, мне 4 лет не особо нравится. Хотя может это и нужно было бы взять, может было бы полезно. Но я все-таки планирую вблизи держаться, а она типа стреляет. Ну, не знаю. Основные проблемы могут быть с боссами. Хотя на самом деле этому персу может быть и с комнатами будет тяжело. Так, оверслэш повышает урон оружия, мне не надо вроде как. Катлас это уничтожить оверслэш, сделать себе обычные атаки сильными. То есть не то, что я ищу. Клоуз комбат это как раз-таки ближний бойка. Это в принципе можно было бы взять, еще и броню повышает. Как раз-таки вот тоже стоит, наверное. Вот три перка получается я уже ориентируюсь, да? Беру. Любимое оружие это одна пушка, собственно, не особо мне подходит. Робо фьюел можно в принципе, потому что на боссах будет тоже стабильно работать. Ну и в целом... Меня, наверное, такой сетап бы устроил, да? То есть я могу себе сделать действительно элементальный... Давай, ладно. Попытаемся сделать себе, по крайней мере, элементальный этот самый. Элементальный наш даггер. Пытаемся найти тот конкретный перк, потому что найти 4 конкретных перка нужно. Бывает, не всегда получается. Соответственно, ну, само собой, не надо пытаться найти их в нужном прям порядке тебе, да, в оптимальном. В каком дают, в таком бери. Если тебе предлагают без реролов нужный перк, то это уже очень хорошо. Выбирать не приходится. Так, я лопаты ничего не искал, да, не копал, я про это даже не вспоминал. Ну и хрен с ним. Так, хилочка. И здесь у нас устранение врагов шансы могут вызвать отмечающий взрыв. Ну, давай, допустим, возьмем. Я не буду брать одно ядро. Мы идем, наверное, в руины, получается, да? Нас интересует дополнительное улучшение скорее. Вот, есть роботопливо, в принципе. Это на оружие. Ну да, роботопливо, в принципе, можно взять. Оно, сбор ремонта клеток на 2 секунды дает нам баф, урона, скорострельность, скорость предрядки, скорость атаки, умение кинжала, скорость передвижения. Скорость передвижения, кстати, мне весьма полезна. И прикол, во-первых, в том, что он на 2 секунды всего лишь эффект делает, но он пропадает последовательно. То есть, если ты 16 таков накопил, то чтобы все стаки прошли, у тебя надо там 32 секунды продержаться, а не 2 секунды. То есть, вон у меня 16 таков сейчас, видите, да? Стало 15. 16 снова. 15. 14. То есть, видите, он очень медленно проходит. И он отлично будет работать как на боссах, так и на комнатах. Я стабильно смогу под ним поддерживаться. Другая проблема в том, что этот перк, он не дает, к сожалению, защиты. А защита для меня может стать одним из самых важных параметров на самом деле. Очень так же важно в милишном забеге, что я для себя за кадром подметил как раз таки, это какое-то комфортное оружие, чтобы уничтожать рельсовиков. Потому что убивать их с милишки бывает очень тяжело. Бывает очень противно. Когда рашишь из-за этого, пытаешься их снести быстро, прыгаешь на них, да? Пытаешься как-то на рель... Так, господи ты, взорвись. На рельсу запрыгнуть, еще что-то такое. К сожалению, силовые перчатки, между прочим. На рельсу запрыгнуть или милишкой по ним попасть, просто в принципе, да? Это бывает... Ни хрена не получается, скажем так, да? И ты начинаешь отхватывать очень много прямо. Броню повысить тоже полезно. Скорость передвижения тоже для меня замечательный стат, потому что... Бывает такое, что не хватает тебе дальности атаки, да? И тебе до врага, чтобы дойти, чтобы его бить, если особенно он отходит от тебя. На это уходит совершенно много времени. И ты вот так вот ведешь в лобовую, он тебя расстреливает совершенно спокойно. А тебе что еще сделать? Ну, разве что оружием стрелять, не знаю. Так, парные узишки мне, наверное, не надо. У нас таймер S-цатеря, успели выйти. Так, сейчас получаем плюс одно ядро, тоже пригодится. Так, отправляемся в руины. Повышает максимум очков роботоплива до 20. Это плюс 4 очка получается, и длительность у них увеличивается. Увеличить стихийную рунцаря тоже можно было взять спокойно, но давайте, пускай будет роботоплива, наверное. Там улучшения такие, которые пассивны, которые всегда можно найти, они мне, конечно, полезны, но можно и попозже поискать. Так, это при малом боезапасе повышает автокрит, но мы не на оружие делаем акцент. Перезарядка увеличивает скорострельность, тоже не подходит. Шлем Викинга мне вроде и подходит, но не очень сильно будет работать. Хотя нет, у меня роботоплива будет. И будут другие бафы всякие, будет скорость придерживания набираться. Для меня это реально очень важный стат сейчас будет. Потому что доходить до врагов нужно быстро. Величить скорострельность при смене оружия. Так, мы берем здесь два ядра, меня это более чем устраивает. Иду я в эту локацию, потому что меня интересует большое количество дополнительных мелких улучшений. Таких универсальных, обычных, да, то есть не перка улучшений. А которые вот базовые у персонажа имеются. Мне нужно найти, очень хотелось бы по крайней мере, уменьшение требуемого количества комбо. Потому что это позволит чаще делать сильные атаки. Конечно, ты за ними особо не следишь. У нас там вон снизу три заряда из пяти сейчас собрано, да. Вот сейчас четыре за убийство врагов задаются эти заряды. Желательно мега свой разрез делать по самому сильному врагу. Но на это, объективно говоря, не обращаешь внимания в процессе. Не следишь за этим уж точно. Поэтому вряд ли это так будет работать. И если сравнивать его с хранителем, то хранитель очень сейвовый. Этот более агрессивный, более... Большой дамаг, наверное, может выдавать, да, чем тот бонь кувалдой своей. Но в целом этим все-таки значительно сложнее играется, мне кажется. В милишке вот так. У него, конечно, есть оглушение, но он тебя спасает не настолько жестко. Он спасает, отключает врагов с какой-то одной стороны именно. Абсолютно. Давайте теперь дислоцируемся немножко. И не так надолго. Не можешь это врубить, чтобы полностью задефать любой урон просто. После этого. Так что вот как-то так. Им будет труднее играть. Может получше будет. О, карточка лукана. Давно пора. Не раз я уже бегал с этим оружием, да. Хоть не очень долго. Стоит не расслабляться. Здоровье можно потерять очень быстро все. Ауч. Бафнуть ремонта клетки тоже мне было бы очень полезно. И, соответственно, надо держать какое-то оружие себе, которым я смогу в случае чего легко выносить тех же рельсовиков, да. Например, вот этот вольт. Взрывных врагов можно сблизи вынести, конечно, да. Но придется прям рассчитывать, как-то пытаться расстояние. Пока у меня не особо собран билд на миришку, я все-таки, особенно когда у меня хп подпросело, я не буду всех врагов, особенно каких-то не ошибко подходящих, выносить принципиально именно со своего кинжала. Не стоит на это тоже как-то налегать излишне. Но если есть какая-то возможность, то, конечно, это стоит, потому что кинжал банально дает мне доп. ремонта клетки при убийстве врагов. Хорошо. Потом в будущем, когда мы после блинка будем сильный баф иметь, то, конечно, мне было бы неплохо ему сократить кулдаун, как-нибудь что-то еще такое, и после него в первую очередь именно идти атаковать. Так, карабин шерифа мне не нужен. Надеюсь, что сейчас с обычного улучшения мы найдем что-то полезное, потому что мы реролить, я бы там не очень хотел. И обычное улучшение ты можешь брать, на самом деле, в нескольких случаях только лишь. Потому что когда ты берешь себе перк, ты потом хочешь прокачать улучшение этого перка чаще всего. И пока ты их качаешь, у тебя следующий уровень снова будет давать вскоре перк. Получается так, что обычное улучшение ты вообще не качаешь. Там, конечно, многие из них не очень тебе нужны прямо настолько, да? Они просто приятные, но ничего сильного такого. Но вот как минус один требуемый заряд комбо, это очень ощутимо даже. Так, что у нас здесь? Здесь у нас богомол. Богомол это вот такая вот, такой арбалетик. Морозный урон. Ну давай вместо бычара, наверное, возьмем, хотя вольт лучше, наверное, потому что у меня еще шок в урон увеличен. Так вот, и ты обычное улучшение берешь, либо если у тебя сперка что-то ненужное, да? Если тебе не надо два с него апгрейд, ты взял один апгрейд, а другой ты берешь себе улучшение какое-то. Либо если ты находишь где-то еще дополнительное улучшение, да? Как я сейчас, например, нашел буквально. Либо же в конце игры, когда у тебя уже перки закончились. Когда ты на 10 уровне получаешь последний перк, ты прокачиваешь его два раза на 12 уровне, да? А потом 13-14 уровня ты прокачиваешь еще какие-то обычные улучшения. В основном вот такие ситуации. И поскольку мне надо желательно найти два улучшения конкретных, да? И в начале, причем я не нашел подходящее, то мне очень хочется найти это хотя бы... Тут как-то повысить себе шанс, поэтому я пошел в эту локацию, чтобы получить именно улучшение здесь. Так, идем сюда. Тут я ничего не беру, наверное. Хилка. Наверное, ядро берем просто. Я 2-2, тем более. Не очень богатенько здесь, конечно. Так, что касаемо перка. Час пик при получении урона ускоряет кулдаун способность рывок на 2 секунды. Выбери стихию. Умение рывок как раз-таки делает взрыв выбранной стихии. Это то, что, по-моему, я искал. Это у нас прорез. Это вроде нам не надо было. Да, вроде меня вот эта стихийная хореография интересует. Ну давай, допустим, берем себе, делаем шоковый урон. Вот этот шоковый урон, он потенциально мог бы, на самом деле, легко опрокать статус, возможно, но у меня статуса нет. Сейчас. Не работает. Так, кинжал переносит шоковый урон. Хорошо. Это плюс 20% к урону для него, просто вот так вот стабильно. А потом еще 20% будет. Холодное масло мне тоже надо. И, кстати говоря, вопрос, что мне проще будет найти? Потому что обычное улучшение перков тебе предлагается первыми слотами очень легко. Очень легко их найти. А вот это труднее. Другой вопрос, что если я сейчас скипну вот это, оно мне будет дальше предлагаться или нет? А так прорез требует на 1 активацию комбо меньше. Я возьму себе кинжал, все-таки вот этот, допустим, улучшающий. Улучшу его. Таким образом, надеюсь, что все-таки мы с поиском уменьшения требуемого количества очков комбо не обосремся. Ауч. Выношу врагов я не прям моментально. И особенно вот трудность в том, что ты вокруг врага вот так вот ходишь, но ты от других начинаешь отхватывать в моменте. Например, в роли, во втором, да, если вспомнить, за мерси ты играешь, ты бьешь врага, крутишься вокруг него, и по тебе, в принципе, другие враги не попадают. Здесь же, собственно, оно не так совершенно. Тут ты весьма себе открытая мишень. Ну, игры, понятное дело, само собой разные совершенно в темпе игры и в прочих аспектах. У них общего только то, что это, типа, 3D... 3D-рагалики, я не знаю, потому что ROR я шутером назвать не могу вовсе. Это такой, типа, шутер, но не... Не классического плана, да, где... Не строгий шутер, точнее, а другой. Отлично. Еще, кстати говоря, есть боссов, которые вот на первом этаже могут быть. Я опасаюсь, я за кадром, короче говоря, сдох от босса первого этажа, прикиньте. У меня, по-моему, впервые такое было. Вообще, я, по-моему, даже на записи не сдыхал никогда. Хотя могу ошибаться, не помню уж точно. Так, парный обрезан, нам не надо. Я умер от Билли Бума. Он, короче, взорвался. Но взорвался не от того, что у меня был большой урон, я не успел отключить его кнопочку. Оказывается, если он находится рядом с тобой... Если ты рядом с ним находишь, точнее, да? У него пассивно заряжается специальная шкала, которая, если заряется до конца, то он взорвется преждевременно даже. И, соответственно, в мире забей, как вы понимаете, он накапливает ее очень легко. Тебе надо подойти к нему, ударить ее отходить почти сразу же, потому что копится она весьма быстро. А я вообще раньше не обращал внимания на эту шкулу, я даже не знал, что она там есть, я никогда не смотрел на нее. Либо, может, меня вначале где-то обращали на нее внимание, но я такой, типа, не понял, что она делает, и не обращал внимания больше. И не думал больше, в общем-то. Оказывается, она копится, когда ты рядом с ним находишься, то есть буквально бомбы детонируют постепенно. Получается, что как бы у нас неприятное местечко. Отлично. Вот так, снесли. Так, вот этого лучше расстреляем просто. Не хочу рассчитывать пытаться расстояние здесь как-то еще. Вырубаем. Так, аса... Аса это у нас... А, это лук. Даже не надо. У меня и так уже есть тут арбалет. И щелук, думаю, мне ни к чему совершенно. Так, вот тут надо быть аккуратным. Если там был ассасин, а там вроде не было ассасина, да, потому что ассасины, они проходят сквозь ту дверь. Я вот что заметил. Я как раз видосик выкладывал такой в ВК-группе у себя. Они могут пройти сквозь ту дверь и бить тебя вот здесь, например. Так, повышают урон оружия на 25% по врагам в радиусе 7,5 метров. Опаньки. А, блин, урон оружия, погоди. Урон оружия только. Это не урон способностей. Не весь урон. По врагам вдалеке уменьшают урон сильно очень. Ну, берем-то два ядра. Мне нужен урон способности. Я планирую как раз-таки оружием бить издалека скорее. А, вон он где. Ну да, вот пока лупишь, ты прям открытийшая мишень чисто. И плюс еще надо понимать, что милишное оружие, оно прям реально, что я называю, конкретно милишное. То есть это как в Децелс, например, да, есть оружие милишное, в которых большой райус таки, а есть те милишные, с которыми надо прям обниматься с врагом вплотную, чтобы попадать. И вот здесь так же, здесь бывает частенько не достаешь немножко. Вот рядом находишься вроде бы, да, а не достаешь. Все равно. Учитывая, что я не шутаю как-то врагов, да, надо некоторое время еще побить их. Так, ты падла, иди сюда. Есть много времени для того, чтобы отхватить. Ну и плюс мне приходится в толпу, собственно, врываться. А всех врагов, пока у меня враги оглушены, я не так много всего успеваю сделать тоже. Так, тут завершили, и идем, собственно, на босса, да, получается. Так, бабочка, галстук. Очень хорошо. Хот-дог мне вроде особо не надо, повышает урон первого выстрела в магазиновое оружие. Мы берем галстук-бабочка, хиляемся, и боссом будет крот. Крот-сосеред тоже отвратительный босс для... Вот турелька лучше всего, потому что крота очень тяжело в миле бить, я тоже это заметил. К нему тупо не подойти толком. Он типа... Ты в центре его можешь бить вот сейчас, например, да? Ну вот чуть-чуть разочек ударил, и все. А что дальше-то? Вот здесь я к нему явно не буду идти, правильно ведь? Иначе будет вот такая ситуация. Поэтому, да, крота, наверное, надо бить издалека. Чисто трушным миле забег делает сейчас. Будет прям... Будет сливом для этого забега, если я буду пытаться крота так гасить. Это я уже хорошо знаю. Ну вот здесь его можно ударить, но недолго совсем. А еще он бывает начинает вот так вот ездить, да, и ты... Поймать особо его не можешь нормально, как-то комфортно. Конечно, есть там робо... Как его? Робо-еда, понятное дело, которая... Есть ремонты клетки, которые дропаются, но это все не прям совсем панацея уж. Тяжело очень бить сблизи. Вот так жахнули сильной атакой. Так и уклоняемся. На Иллис на второй фазе бывает трудно, потому что ты до нее не достаешь тоже. Она улетает постоянно от себя, и урона сильно не хватает, умеешь на забегах таких на боссах. Но это именно я бегал на хранителе. А потом я, собственно, с силовыми перчатками вот так побегал. Потом побегал за элементаля. С силовыми перчатками хотел сделать забег, но в итоге скис на били-буме, потому что он бомахнул, да. Это я ведусь как раз таки. Тем самым я получил эту ачивочку, кстати, на взрыв его. Просто потому что рядом с ним находился долгое время. Тоже только я его себе, собственно, публиковал. Так, а ранг. Беремся, получили два ядра. И идем дальше потихонечку. Головокрушение. Там писалось, что делает головокрушение. Мне могло быть полезно, в принципе, но я не настолько прям сильно активно им пользуюсь, мне кажется. Увеличить урон по оружиям вдалеке. С оружия вдалеке. Урон по летающим врагам. Устрелить любой урон. Это неплохо, в принципе. Карнавальную маску я точно беру. Мне броня обязательно нужна. Повышает шок урон, но при получении урона есть шанс оглушить себя. Это очень опасно. И это такой огромный баф-шок урона дает. 20 процентов. Но при получении урона это может быть потенциальная смерть. То есть я могу в толпе реально сгизнуть. Я даже не знаю, большой соблазн это взять, потому что у меня не будет хватать урона просто. У меня кинжал будет слабо бить все равно. Мне будет хотеться его дальше качать. Пчелы. Пчелы. Никогда на них него не обращал. Так, тут два ядра хочу. Вот когда два ядра дают, это вообще большой соблазн. Блин, не знаю, артишок. 5% шанс оглушить себя при получении урона. Когда по тебе 10 ударов прилетает, там уже шанс весьма большой. Давайте полетающим врагам возьмем. И хрен с ним, я возьму эту штуку. Но на самом деле это опасно, потому что это не взлом. Это именно оглушение. Оглушение гораздо опаснее. Повышает шок урона на 20 процентов. Плюс 60 процентов шокового урона. То есть вольт гораздо мощнее будет сейчас, чем богомол. Ну и само собой наш кинжал. Так, третья локация. Здесь начинается уже все посерьезнее. Еще мне, наверное, надо бы с другой пушечкой какой-то бегать. Вольт, по-моему, он когда стреляет, да, именно замедляет себя. Или когда ты атакуешь, в принципе. Я когда атакую, как будто бы мне казалось, что медленно восстанавливаюсь. Может меня там подморозили просто, не знаю. Не обратил внимания как-то. Ну и со здоровьем быть аккуратным. Всегда быть на чеку. Не впадать в какую-то беспечность. Что, видите, я могу всегда очень быстро. И закамбечить будет тяжело, потому что камбечить мне придется в первую очередь именно в милишке, наверное. А в милишке я скорее обратно скисту. Особенно, когда буду... Под напрягом находиться из-за того, что здоровья нет. Ауч. Немножечко попадало хп-шка. Так, ионные перчатки вместо богомола давайте возьмем. Не знаю зачем. А, стоп, ионные перчатки это выстрелы. Это не силовые перчатки, это другие немножечко. Ох ты, блин! Вот та самая фигня, как же она конкретно так мешает. Это причем была сейчас относительно безобидная ситуация еще. Может потенциально все быть гораздо опаснее. И, соответственно, самых последних врагов надо обязательно выносить с милишки, потому что они... Я их могу точно вынести без каких-то проблем для себя. Обычно. А, блин! Что это было сейчас? Что по мне попало вообще? Даже не понял. И там робот улетел, да, убежал. Мы, конечно, из-за потери одного роботика не должны потерять... Ну, как его... Минус левел получить, ну, потому что мы все равно 14 левел апнем, у нас будет там 14,5 уровень примерно. 15-ый почти никогда не аппать не получается. А не апнуть 14-ый, мне кажется, не выйдет даже если я пропущу 2-3 таких робота. Типа я все равно 14 апплю, то есть. Тихо. Так, это у нас что? Это гадюки, не надо вроде бы. 240 хп, но меня сейчас больше волнует то, что у меня просто здоровье падает постепенно. Можно, в принципе, делать, знаете, как, например... Попробовать, по крайней мере, было бы такое. Делать рывок, блинк во врага, да, делать взрыв, кого-нибудь вырубать, а потом сразу идти бежать дальше. То есть, не бежать дальше, а скорее крюком... крюк-кошкой доджить, например. Вот такой вариант. Может, это было бы весьма прикольной тактикой. Так, умение рывок восстанавливается быстрее, но при его использовании есть шанс взломать себя. Ну, блин, засираем себя статусами просто. Взлом это не так страшно, по крайней мере. Хоть тоже неприятно, особенно, когда ты в толпе врагов, считай, оказываешься. После блинка. Это, конечно, да, тоже. Окей. Так, у меня... Я почему-то хочу, не знаю почему, мне хочется назвать этот прорез свой Ятаганом. Почему, не знаю. Вроде он Ятаганом нигде не называется. Нет у нас перка, которая называется так. У меня почему-то такая мания. Если бы он был бы сейчас... А, блин, я у них того разрядил. Вот это было бы неплохо снести с него просто. Хорошо. Так, отходим. О, перемещаемся. Есть, хорош. Красиво снес. Хорошо разобрался. Так, тут есть дробитель. Ну, давай, допустим, дробителя возьмем. У него есть отмечающий взрыв. Можно будет его использовать при большом желании. Так, что у него там вообще... Имеется еще. А, он еще к броне дает пока в руке. Мне бы вот такое оружие, кстати говоря, взять, которое просто дает тебе броню пока в руке. Вот это очень хорошо. И особенно, если у него полезный... Полезный доп. навык. То есть, дробитель в этом плане очень хорошо. Но он во время стрельбы дает минусу скорости... К скорости бега. Но именно во время своей стрельбы никогда я сам бью. При этом дробитель, царя, это не энергооружие. Это буквально магазинное. Так, из этого вроде нам ничего не надо точно. Хилка и... Каждые 2 секунды нанесение критического удара уменьшает кулдаун РФК на 10 протонов. Вопрос, есть ли у меня криты? Кроме автокрита. Вот по нему я не знаю, можно ли критануть. Потому что у меня, типа, мне писали, что ракеты, мол, взрывное оружие у Командоса... Ракеты, казалось бы, с радиусом, да? Которые не должны критовать. Мне писали, что они критуют, мол. Я не знаю. Но вот кинжал... Кинжал пока... По крайней мере, по нему не критуют. Не знаю. Так, во время приседа это нам не надо. Открытие двери увеличивает скорострельность, скорость передержания на 12 процентов на 12 секунд. В принципе, порой это может быть весьма полезно, в самом деле. Давайте я себе это, наверное, возьму. Вот второе, не знаю пока. Так, каждое очко перка роботоплива повышает автокрит. А, ну вот, есть автокрит, да? Будет, то есть. Каждые 2 секунды на 10 процентов. Настолько ли это прям много? 10 процентов? Это типа 0,8 от секунды. Ну, потому что не 8 секунды куда? Он 0,8 дает, значит, ответственно. Иногда может быть полезно. Ну, давай возьмем. Ладно, я не знаю, честно. Хотя, может быть, может быть зря. Потому что если дальше будет какая-то пачка крутых перков, я предпочел бы взять, наверное, лучше скорее их. Вот так. Причем мне почти без разницы, куда уходить крюк кошки, потому что даже на небольшое расстояние я просто уйду с линии атаки целой толпы врагов, которые метят меня уже после моего рывка. Понял. И при этом во время блинка своего... Как его? Не блинк, точнее. Во время крюк кошки... Вот такая вот ситуация неприятная, когда враг от тебя еще и отходит, а у тебя радиус атаки не очень большой, реально. Окей, снесли. Этот готов. Сейчас немножечко я приноровился. Бывает неприятно, что у меня было такое закатное тоже такой момент, когда немножечко так побегал, поиграл. Бывает такое, реально, что у тебя какой-то такой свиток, который кидает на тебя статус, он бывает срабатывает раза три подряд. Это прям вообще дико неприятно. Такого точно не ждешь. Но тоже такое возможно ведь вполне. Пять процентов и трижды может прокнуть. Подряд. Отлично. У меня такое было, правда, не при получении урона, а при использовании навыка. При использовании навыка, типа, дает тебе статус, может кинуть. Он у меня прям подряд сыпался на ирис, по-моему. Было так себе прям. Так, здесь у нас будет тяжелая комната сейчас. Аккуратненько. Баф ремонта клеток какой-нибудь там, выживаемости всякой, брони. Это все мне прям мега замечательно. Каратышку, если найдем, он при апгрейде как раз таки, он, во-первых, повышает урон вблизи, особенно оружие сильно бафает вблизи. Рывок мой, ой, как его, мой. Кинжал он на 15% всего лишь бафает, а вот оружие на 40. Блин. Если ты кнопка, ее как-то надо, причем не три раза подряд быстро проражать, а оно вот имеет какое-то ограничение. Ты, мол, в любом случае, ты не можешь проражать. Че ты можешь проражать три раза клавишу, там, не знаю, за полсекунды, но ты за полсекунды не выйдешь из стана. Тебя как будто вот там надо какое-то есть... После нажатия первой клавиши, они как бы все три одинаковые, но тебя не пускает сразу же следующую нажать. Типа она не засчитывается. Ты, мол, первую нажал, следующее засчитается только через там 0,2 или 0,3 секунды, например. То есть не моментально ты можешь выйти тоже из этого рывка, даже если моментально все идеально прожмешь. А приходит зачастую больше прожимать, чем оно кажется. Уже давно такое замечал. Так, турельки одни из первых врагов для меня. О, как морозит, когда вообще неприятно. Замедляешься. Ну и жесть. Окей. Хорошо, этого снес. А, блин, это все еще... Крапец, как меня просто здесь позагашивали. Так, давайте этого порастрелим немножечко издалека, наверное, да? Он сейчас будет еще сам стрелять. Так, хорошо, у него с него хотя бы пачка клеток дропается. Время... Ух ты, блин, еще и в конце взорвался на этих минах. Ну ладно, сейчас отхиляемся. Напряжненько было. У нас такой сейчас переходный этап. Мы к тому же еще сейчас перками наполучаем. Так, используем способность рывок увеличивает скоростность, скорость перерядки, скорость атаки и умение кинжала. Это очень сильно его бафает, просто нереально. А, вот почему я ятаган думал. Умение кинжал получает улучшение ятаган. Его урон повышается на 35% и скорость атаки на 25%. Блин, а я уже бонус к способности прорез взял одну. Обидно. Может, лучше реально делать акцент на ятаган, например? Потому что это огромный баф на кинжал, на самом деле. Вот почему я его так называл. И, кстати, я посмотрел его апгрейд, да он очень сильно апгрейдится. Там он давать тебе будет потом броню и давать тебе будет еще автокрит, по-моему, что-то такое. Но неумолимую погоню точно надо брать. Ну и, наверное, ятаган все-таки, да. То есть на прорез, то есть можно разные делать милишные билды через атаку. Можно акцент делать на мега сильный удар, да? А можно просто на стабильность. Потому что стабильность, она будет гораздо лучше в комнатах. А сильно ударом, может быть, больше импакта даст, но на боссах будет хорошо работать именно. Потому что там безрайне, если ты босса все равно в одну цель только бьешь. И он еще заряжается очень легко. Так, перезаряжается оружие в кармане быстрее намного. Враг пока заморожен и носит огненный урон с течением времени. Мне это все не надо. К сожалению. Не то, что я ищу совершенно. Так, сбор ядер легальчных ключей вызывает взрыв. Это, в принципе, будет работать весьма стабильно. Головокрушение чинит все царапины. Иногда тоже будет работать. Но насколько сильно это полезно, прям, я не знаю. Потому что царапины и так быстро чинятся. Не так часто я головокрушение юзаю. Давайте, блин, хотя масло, что ли, брать. Будет делать взрыв, который бьет не так уж сильно, прям. Наделеный носок возьму. Иногда на боссе я буду, может быть, прыгать. Не знаю. Многие боссы не позволяют рядом с ними держаться... Под разными предлогами. Какие-то просто передвигаются постоянно, отпрыгивают. Какие-то делают всякие там... Начинают застреливать себя. Билибум, например. Как я уже объяснил, он просто... Копит. Просто такой, ща взорвусь. Ща взорвусь. У него своеобразная такая тактика тоже. Ауч. Знал, что взорвется. Надеялся, что не шот на его. Но там, походу, мой прорез сработал, да? Парные узишки. Да, парные узишки, наверное, возьмем вместо вольта себе, потому что вольт уже совсем слабенький должен быть. Как тяжело бывает такую мелочь. Вынесешь, до нее не отстаешься, теперь приходится туда-сюда двигаться постоянно. Не можешь нормально стоять на месте чисто, потому что не будешь иногда... Иначе... Не будешь иначе доджить, да, будешь... Открытой мишенью чисто. Хотя это тоже бывает опасно, что тут, когда меня обездвиживают так. Роботы, которые подходят, так и просто по лицу. Кулаком лупят. В общем, да, я бы сказал, что за этого перса милишный билд действительно реализовать как... О, можно вполне себе, а более чем... Представляю. Но он гораздо труднее играет, чем хранитель. Окей, снесли. Тихо. Рванул так рванул. Так, повышает торон оружия, но меняет его свойства при каждой перезарядке. Мне это особенно... Я мог бы это, в принципе, взять, чтобы находить себе как раз-таки 8% брони пока в руке, если это будет реролиться у любой пушки, да. Но как будто бы я на это вряд ли буду обратить внимание, могу вообще забыть. Что у меня свойства как-то меняется. Так, этот взорвется, нет? А, нет, это был... Это был отмечающий взрыв, это мое. Так, давайте орбиту возьмем, это очень удобное оружие. Я еще пока за кадром побегал, я обратил внимание, что есть всякие пушки, которыми я реально почти никогда не пользовался вообще. Там есть какая-то валькирия, например. Такой пулеметик, вроде ничего такого сверхъестественного, но стреляет весьма приятно. Много таких пушек есть именно вот пулеметного типа, которые я особо вообще не помнил даже. Потому что в основном как привыкаешь к тому, что... каким-то определенным пушкам, да? И чаще всего, если видишь их, ты видишь, понимаешь, что это комфортно для тебя, что ты берешь их, собственно, зачастую. Такая у меня скорость атаки, зато после блинка сейчас. Очень приятно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Понял. Так, там ассасин. Готов. Так, тут еще два, по-моему, было. Карточку дробителя. Забавно, я им вообще не пользовался. Но карточку получили, да? Судя по всему, неважно, с чего ты убиваешь врагов, именно можно и с обычной... с навыков убивать, а будет засчитываться карточкой оружия, да? Так, кунаи. При устране, как он совершает гунишную атаку у него есть, типа, можно было дополнительно ей пользоваться, но вряд ли я буду это делать. Торпедомет. Даже не знаю, если честно мне нужно что-то из этого или нет, но у меня особо. Не хочу вчитывать, потому что это мы тратим время на то, что я все равно чем буду пользоваться весьма мало. Учитывая, что забег с акцентом немножечко на другое. Хочется иногда, бывает, добить такого врага, да, а у меня в руках дробитель, потому что у него есть отмечающий выстрел, которым, правда, я почти не пользуюсь, да, и есть. Есть броня просто. Так, хиляемся. Замораживая врагов, есть шанс создать взрыв морозного урона. Лягушка когда-то в воздухе повышает рун. Это хорошо работает на Ирис, хорошо работает в принципе много, где на самом деле повышает дальность подбора собираемых предметов. Не особо не надо, потому что мы и так подбираем их моментально чаще всего. При получении урона увеличивать скорость передвижения и скорострельность. Кстати говоря, неплохая штучка в том, что баф скорости передвижения весьма полезно может быть. У меня неким жалко переносит огненный урон и приводит позднее шанс прожечь себя. А вот панцирь я брать не буду. Я хочу, конечно, броню взять себе, но не ценой скорости передвижения, я думаю, уж точно. Берем себе здесь ядро одно. Блин, а что лучше, лимон или царевная лягушка? Потому что царевная лягушка это дамаг. А это даст 6% урона, потому что у меня есть свиток. Но только на время при определенном обстоятельствах. Скорость в режиме, правда, тоже, конечно, полезно, очень комфортно, когда ты быстро двигаешься с миришкой. Можно быстро сокращать дистанцию. Свалить откуда-то. Давайте лимон, ладно. Хотя и лягушку тоже хотелось. Так, я хочу точно не на этот... Хотя... А что лучше, мороз? Лучше все было бы огонь, конечно. Потому что меня рано и быстро затягиваю. Я могу пойти на электро. Я могу сменить здесь шарик. Электро просто на это оглушение. Заморозка это замедление пассивное. Я не знаю, что будет из-за того мне комфортно. Но погнали на заморозку все-таки. Оглушение совсем звучит неприятно. Подмораживание я хотя бы могу двигаться. Не так, что меня вырубят вообще. Ауч. Тогда получается, что я не беру себе перк коротышку. Выходит, да? Если я хочу себе взять... Ятаган. Используя умение рвок, перезаряжает текущее оружие. И оно в течение полторы секунды не затрачивает патроны. Вот это мне как раз-таки нафиг не надо. Увеличить скорость перезарядки и скорость перезаряжения на 6%. 6% скорости перезаряжения это, конечно, мало. Честно говоря, здесь все бонусы слабенькие очень. Вообще не то, что я ищу. Хоть рероль здесь. Но вопрос в том, что у меня остается один перк. Мне лучше этот рерол потратить на перк все-таки. Но если вдруг я там ничего не найду с одного рерола. Учитывая, что как бы перк все-таки остается в пуле десятка-полтора еще, я могу и с одним реролом не найти нужное. Совершенно спокойно. И перк это гораздо более важный апгрейд. Хотя я бы здесь не отказался бы получить, конечно, все-таки какое-то... Что-то полезное. Там увеличение урона кинжала на 15%. А не просто скорость... Скорострельность, наверное, повышать, которая мне не особо нужна. Не убил, да? Зараза. Он вылез как-то так... Рановато. Я туда-сюда ношусь и... Что-то не получилось. Ах ты, пат, еще в живой. Кенгурятник можно взять. В принципе, он будет отвлекать врага. Наверное, вместо дробителя я возьму себе... Хотя... Дробитель это метка. У меня метки сейчас до сих пор нет никакой. Не, не буду кенгуру брать. Хотя кенгурую можно было бы отвлекать врага, на самом деле. Блин, может и стоит взять кенгуру. Вместо орбиты. Кенгуру тоже стрелять может как-то. Так, взял ее, поставил. И она там кого-то, да, отвлекает, наверное. Вот, он немножечко отвлекал кого-то, да. Действительно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вырубили. Когда враги кучкуются, тогда вообще хорошо, потому что я могу сразу всех и оглушить, и потом легко попасть по ним еще. Вообще, возможно, что я могу использовать свой рывок гораздо чаще, чем я пользуюсь им. Что кулдаун у него не настолько прям долгий. Вроде написано 8 секунд, я его юзаю, а у него 6 секунд кулдаун. А почему 6? 8 секунд здесь. Надо сейчас посмотреть, что у меня там за апгрейды такие, почему у него... О, комета. Она... Она меня тоже замедляет, правда. Блин, да лучше дробить, или у него хотя бы метка есть. Зачем это комет? Хотя комета это дальнее оружие, и хотя бы можно выносить будет кого-то. Не меняться на кенгуру регулярно так. Хотя вряд ли я тоже буду много пользоваться. У меня там, конечно, за автокрит... Как его? За крит, точнее, мы немножечко кулдауна срезаем, но не так много. Отлично. Так, тут карабин шерифа, да? А, нет, хламарки бузуну нет, не надо. Фух ты, блин. Нормально, живем. Еще вот оружие, у которых есть, если говоря, прицел, например, да, на доп-навыки, это совершенно невозможно использовать, если не на ПКМе. То есть, если ты себе поменял сетап, чтобы юзать на ПКМ именно доп-навык персонажа, а, например, в моем случае на Е-шку стоит доп-навык оружия, да, то ты его юзать вообще не можешь. Ну, потому что неудобно. Зажимать клавишу и пытаться перемещаться, когда у тебя парализовано движение частично. Но, в принципе, я с таким винтовками особо и не бегаю с прицелами. Так, хилка. Убеличивает скорость перезарядки на 20%, когда магазин пуст, продлевает джетпак. Это может быть полезно на Ирис, на самом деле. Потому что там хочется в воздухе держаться долго на первой фазе. По ней очень тяжело с милишки доставать. Вообще почти невозможно. То есть, там вроде как ты рядом с ней находишься, бьешь, а урон как-то не идет, не знаю. Я вот сколько посмотрел, что-то так сидел прям совсем. Так, что у меня по прокачкам еще раз? У меня нет такого, что кулдаун линка сокращается от чего-то. У него буквально написано, 8 секунд кулдаун. Я его юзаю, кулдаун 6 секунд. Это не робот топлива. Это не шокирующий рывок. Это не умолимая погоня. Это не мои какие-то предметы. Кожа у меня предмет там есть, который при автокредите на 10% срезает. При кредите. Картошка фри, да? Но это не так много. А, у меня пульт есть. Вот что у меня работает. 25% как раз, не 2 секунды. Пульт у меня срезает. Я и забыл про него. Который, у меня есть шанс взломать себя. Вот почему у меня кулдаун срезан. Да, это весьма ощутимая разница. Так, у меня боссом... Я даже не знаю, насколько это удобно будет сейчас. Вообще не могу представить. Ну, вот так вот, типа, рубишь как-то вроде бы. Давай на рельсу. Я не знаю, как она сильно бьет, когда таранит. Потому что я сколько раз на нее налетал, так и у меня урон по мне не особо проходил, как будто бы. Поэтому я не особо понимаю, насколько она больно бьет вот этим тараном своим ускорением, да? Как-то бьет, наверное. Логично, да? А уж, ну вот ударила меня, вроде как с ней очень сильно. Он впервые за все время или уф. По корабель я как-то особо не чувствовал, и поэтому не обращал внимание, возможно. Когда ты прыгаешь постоянно вот так вот на враге на кромп, ты от него отскакиваешь и перестаешь попадать в милишки. Но на самом деле, кстати, вверх гусеницу мы порвали прям вообще в щит. Я даже удивлен. Мне за хранителя было гораздо труднее с боссами сражаться. Но это, наверное, гусеница просто. Потому что... Не знаю. Но она прям скисла. Очень быстро у нас был достойный урон. Но опять же у нас шоковый кинжал, который бафнут на 60%. Правда, он 20% в любом случае от верка получает, да? Но еще 20% от свитка и 20% от чего-то еще было, по-моему, нет? 20% свиток. А, артишок и губка у меня, да. У нас нет оглушения, и мы можем оглушить себя. Вот этот вот артишок мы повышаем как раз себе так сильно. Так, вот как раз-таки бафы на прорез. Но мы, во-первых, взрывы, умение рывок становятся отмечающими. Это на большой радиус весь массив делает метку, я так понимаю. Он под меткой сейчас нет? Смотри. Вроде и под меткой. Есть такая. Да, он был под меткой. Просто почему у меня такой маленький урон, я не знаю. А сейчас 1336. Ни хрена себе. А сейчас 800, пусть усидеть, 880. А чего урон так поднялся? Погоди. Почему он до этого только что был 220 какой-то? Скорее всего, я тоже что-то не учитываю просто. Но у меня, честно, не пропнулся никакие там стаки роботоплива или что-то еще такое. Неумолимая погоня у меня уже закончилась, соответственно. Он бьет по 880. А когда я зашел, бил вот по 200 вообще. Так, ну ладно. Устрани умением кинжал сокращает кулдаун рывка. Это полезно на комнаты. В принципе, можно взять. Есть гадюки на автокрит. Случай луч с автокритом. Шок и урон. Дрововой выстрел. Неплохие гадюки. Я возьму ножницы себе, наверное, вот эти вот. Крюк кошки носит шок и урон. У меня нет ядер. Блин, надо было, наверное, оставить одну ядру. Вдруг бы я захотел здесь что-то взять. Сандали, например, эти. Пока-то на земле. Нет, сандали точно не захотел бы взять. Зажигатель и кунаи. Ни то ни другое мне вроде особо не надо. А вот здесь был мак. А вот мак стоило взять, потому что автокрита у меня... Блин, ну вот. Вот бывает. Поторопился сейчас, взял какой-то свиток. Не особо нужный мне. А мог взять ядро. А что я там себе взял-то? У меня тут слишком длинный список, по-моему, уже. Мак был бы замечательным, да. Потому что крита у меня своего вроде как не имеется. Так, ладно. Хилка и... Вроде погнали дальше. У нас здесь оружие сейчас достаточно низкого качества уже для этого этапа. Следующий уровень дает нам последний перк. Тихо. Да вырубит-то вот этого вот робота, который дает им защиту. Спасибо. Наверное, учитывая, что урон здесь уже у нас у оружия совсем маленький, то на орбиту, наверное, смысла нет особо переключаться, да? А, нет, стоп. Орбита же, она повышает броню пока в руке. Просто я могу турельку ставить и с кенгурой как бы в этом плане поудобнее, но кенгура не дает резиста. Я понимаю, что слово кенгуру не склоняется в этом плане, если что. Но просто мне так забавнее произносить кенгура. Отлично. Вообще, я думал, что я себя более, так знаете, канцерно неудобно как-то буду ощущать. Неуглюжим совершенно. А в целом пока что держимся вроде и окей. Так, снес. Парные пулеметы. Я с ним кстати немножко тоже за кадром побегал, так, тихо, вроде нормальное оружие. Хотя, не самое комфортное тоже, потому что оно поднимает себе прицел постепенно. У него есть отдача такая типа. Рауч. Так, вот когда здоровье так просаживается, продолжать всех рашить в мили, это опасно. Особенно меньше смысла вгасить в мили именно вот таких вот толстых врагов. Да господи, как ты попал по мне. А, вот эта мелочь попалась. Другое дело, что без мили я его сносить буду целую вечность. Просто с него плюс две клетки получить, это не такой большой баф. Как плюс две клетки получить с врага, с которого всего две клетки дропается, например. А с этого целая пачка. Так, стараемся в воздухе держаться, потому что она любит по земле жахать. Отлично, снесли. 339 хп, стал 371. Ну, сколько-то похиляли. Входим. Крюк кошкой, опять же, оглушать то, что надо прям. Сокращать дистанцию в том числе. Где-то просто уклоняться. Вот эта мелюзга со стенок попердывающая очень сильно мешает, конечно, когда особенно их много со всех сторон. Туда не отойди, везде на нее нарвешься. Ох ты, блин, как здесь много врагов. Чисто блинком дамажности смысла нет. То есть он бьет не настолько мощно, чтобы на это прям полагаться. Но тем не менее, немножечко врагов так покусывать им можно тоже. Так, последний перк. Любимчик, рукопашка. Вот типа, да, либо кинжал на 15% бафнуть, либо тоже на 15%, кстати говоря, это даст нам в том числе еще и резист и не ослабит нам прорез, между прочим. Ммм, блин, а вот это, кстати, под вопросом большим, что будет лучше. Потому что смотрите, ребят, если я смотрю вот этот вот Едаган, да, он повышает на 35% наш урон и скорость атаки на 25% очень ощутима. Но отключает оверслэш, тебе можно сказать, очень-очень... Он становится сильнее, чем до этого был, конечно. Ну, чем без него, да, потому что он 200% бонуса добавляет, будет давать и 50% бонус урона. И, кстати говоря, у нас он дает плюс 75%, то есть он будет 125% бить, между прочим, что неплохо. Правда вопрос, работает ли на оверслэш бонуса, которые на даггер? Вот это я не знаю. Кстати, рейс не работает, тогда у меня не работают и другие бонусы, которые от других перков были. Вот тут у нас открывается так, что даггер... Удар по врагу с даггера у нас повышает скорость передвижения и броню на 12% на 3 секунды, что на боссе будет весьма стабильно, когда мы будем вплотную бить его. Это 6% урона еще дополнительно будет, да? И также 10%... Подожди, автокрит 10% и крит дамаг увеличен на 15%. Блин, если бы я маг взял особенно, очень круто, да? А вблизи с боем, в бою, да, когда там рядышком, мишка, это 15% дает себе урона с даггера, можно сказать, ну, потому что всегда рядом бьешь. 16% в броне, когда есть хотя бы один враг рядышком. И также при убийстве врагов или же ударе даггером по боссу, кулдаун блинка сокращает на 0,5 секунд. Прикиньте, я блинкать буду просто непрерывно. И вот что из этого круче, я, честно говоря, не знаю даже. Потому что, с одной стороны, я даган это усилить так универсально свой кинжал, с другой стороны, это ослабит наш оверслэш, который у нас уже бафнут. И мы можем его и дальше бафнуть. Тем более, что рукопашка, это тоже крутая штука. Любимчик, я не хочу брать, он дает не настолько большой импакт. Давайте я возьму рукопашку, наверное, ребят. Это и резист будет в дальнейшем, и баф урона, в принципе, тоже достойный весьма. И при этом, я наш прорез, возможно, что еще даже сам поулучшаю. Так, где эта милюзга? Одна. Так, вторая вон там. Пузырькомет. Огненный урон, автокрит, ну, огненный урон. Меня бы лучше шоково, если ей пользоваться оружием немножечко, да, то хотя бы получаю к нему плюс 60% к урону, правильно? Есть, успел вырубить. Это ко мне сам так идет, подходит, пытается, да, чтобы меня обездвижить. Я сам к нему обнимашки сделаю. Отлично. Так, тут милишник враг, да? Его гасить так может быть опасно, он любит кулаком по лицу делать. Отлично. Бежит, 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 бежит. Уйди. Просто вот так вот, не стоим на месте, сделали рывок, одного врага вынесли и пошли к следующему. Сбежали. Так, а тебя давай, наверное, гасить все-таки отчасти вот так. Ух. Опасно было сейчас. Так, а кто-то у меня есть еще стрельба, попутно ли мне показалось? Откуда-то. Так, давай я тебе турельку скину вот так. Отвлекайся на турель. Нет меня здесь, уйди. Турель вон стоит. Бей ее. Не было бы проблемы с такими врагами, если бы их можно было хоть как-то оглушать ненадолго. Своим блинком, да? Но он не работает на них, он их не вырубает, к сожалению. Статус у меня. Ох ты, блин! Как не вовремя взлом произошел, да? Окей, снесли. И идем вот сюда. Так, что у нас тут? Волшебная палочка, радиус поражения взрыва и разумного прыжка. Одно ядро, можно взять и оружие. Вот есть Катран какой-то, я вообще не помню, что это. Будет какая-то винтовка, очевидно, да? Есть комета с морозным уроном. Ну, она дает броне, пока в руке выпускает липучие эти самые. Вот есть шоковый урон, да? Парные узишки. Автокрит еще там есть. Ну, луч с автокритом, в целом неплохие. Но даже не знаю, если честно. Наверное, будет лучше, чем Катран, да? Который убьет на 230. У нее есть шанс трикошетить. Критическим уроном в прицеле. Ну, наверное, давайте это лучше возьмем. У нас все парные узишки. Хотя бы ему можно будет пользоваться. Немножечко вырубать кого-нибудь. Они весьма неплохие. Так, это нам не надо. У нас еще там две комнаты где-то остаются. Да, они зачищены тоже. Которым можно будет лут какой-нибудь собрать оттуда. Так, я как взял себе это оружие, я за то, что кинжал ведь есть. Какой думаю, а как там на кинжал переключится? Он уже у меня всегда в руках. Что-то бывает, как переклини, знаете. Так, кто-то приближается. Видел на карте какое-то резкое такое движение. Тут не ассасин, судя по всему. Просто вот это вот с рывками какими-то. Другой. Отлично. Так, это элитник какой-то, да? Гасит сейчас так. Его бы вырубить одним из первых было бы в идеале. Ох ты, блин. Очень хорошо, знаете, что реально куда-нибудь просто прицел направить. Сделать туда крюк кошки, когда у тебя взлом происходит. И пока ты летишь, ты сообразишь уже, куда тебе надо бы дальше двигаться. Как тебе перестроить управление. Чтобы это не докучало тебе так жестко. Потому что в моменте сообразить и передвигаться постоянно и переключить пальцы бывает тяжело весьма. Блин, эта штука, по-моему, она бьет не только по земле, она бьет даже если ты сверху находишься, как на ирис, собственно. Что весьма неприятно. Окей, этого снесли. Перезарядка хорошая, быстро обоимы выпускает. Так, и здоровье потихонечку сплавляем. Ну, надо понять, что это, конечно, шоковый урон, без шокового урона. Узишки были бы сейчас гораздо слабее. У нас на них никакого акцента нет в билде. Тоже. Так, дротикомет. Не надо. Дротить мы сегодня не будем. У него нет шокового урона просто. Морозный. Можешь, конечно, морозный использовать, да, чтобы статус просто накидывать. Но, честно говоря, я на боссе на это сильно рассчитывать, наверное, не буду все-таки. Миска. Это делать отначающий взрыв регулярно. Так, аж круто, но не для меня. Дробитель шоковый. Ни хрена себе. К автокриту шок носит дополнительно... А, шок наносится быстрее, но у меня это не работает. Реактивный прыжок, между прочим. Скорость взаиме лишней атаки. А вот это выглядит очень вкусно, я бы сказал. Вот реально. У тебя есть прыжок, собственно. Стингеры. Шоковый урон. Так, на стингеры не хочу. Насколько дробитель эффективнее моей автоатаки, я думаю, что, наверное, неэффективнее. Им, типа, на самом деле, вполне себе тоже можно играть. Это такое, то есть, миришное оружие, на которое при этом тяжелое, то есть, которое тебя замедляет еще. Но не в этом забеге, я думаю, явно. Повышает носимый урон по электрический удар на оглушенным врагам. Да, учитывая, что на боссах статус действует, какое-то трудно ложить, но зато он действует все равно достаточно долго. Это было бы полезно, но не для меня, потому что шокового статуса у меня, к сожалению, не имеется. Есть и ионные перчатки, и силовые, да. Ионные перчатки нам не нужны. Силовые, автокрит, помечающий взрыв есть, сонар у него. Но мне это вроде не надо. Вот я вот не знаю насчет дедовщины, кстати говоря. Написано, носит ближний урон, да, и при устранении дает плюс 2 ремонта клетки. А вот при ударе по боссу, миришное оружие дает ли ремонт клетки, я вот не помню, честно говоря. Потому что у нас есть кинжал, да, есть способность. Кинжал, например, этот самый, как его, Бонник Молок, Бонник Кувалда, вот это вот. Они дают клетки. У них в этом описании прописано, что они и при устранениях дают ремонта клетки, да, вот кинжал, и при ударе по боссам, причем по боссам даже больше дают. А у дедовщины написано только при устранениях, про боссов ни слова. Я вот не знаю, работает оно так или нет. Но мне из этого все равно ничего не нужно, наверное, да. Взрывы шанс имеют повышенный радиус поражения или пониженный. Давайте ядро, наверное, тут что еще брать-то. Карабин шерифа, ну, пока я не буду торопиться, я хочу еще в следующей серии тоже взять себе со старта, наверное, фулл прокачку у того робота. Может, что-то любопытное там еще найдем. Так, плюсы улучшения. Устранение врагов в радиус 7,5 метров или попадание умением кинжал по босс уменьшает кулдаун рывка. Но я возьму себя на фронтовика, чтобы просто резист получить сначала, потому что, в принципе, мне рывок настолько сейчас, резать его кулдаун, пока не необходимо. Это будет лучше на иди скорее работать. Будет очень важно. А не на ближайшем боссе. А, здесь тоже мелочь, да? Так, ну, хорошо, вроде бы здесь почти все залутали, почти все прошли. О, спасибо. Мне не хватало в процессе зачистки тоже. Так, нам остается идти вниз. На ирис просто больше надо поддерживать себя в воздухе. Не отставать от нее. Хотя Джардж Болл, например, не Джардж Болл, точнее, как он здесь. Босс третьего этажа, который вот шарик тоже. Он любит от тебя, бывает, убегать. Но на нем, бывает, еще начинаешь прыгать активно. И перестаешь доставать смиричные атаки. Отлично. И тогда в улучшениях мне сейчас, поскольку мы свой прорез все-таки не оставляем, то лучше поискать либо урон кинжала, либо же... Как его? Срезку для прореза. Минус один заряд. Искать в улучшениях дальнейших. Когда мы остальные перки свои докачаем, нужные. У нас еще одно улучшение нам точно нужно. С перка, который у нас коротышка. Остальные у нас вроде апнуто все, что нужно. Хламовый автомат. Одно ядро предлагается только лишь. Морозный крит. Урон не надо. Огненный урон на кенгуре. Шоковый богомол. Издалека лупить. Зрежной стрелой стрелять. Так, хиляемся. Ядер у меня много сейчас. Драгун нам не нужен. Бандиты и тем более. Горящие враги получают больше урона от других стихий. Так, а вот это, кстати говоря, для кенгуры очень даже интересное подсфорье. У нее, правда, дополнительного огненного урона со временем. Скорострельность снаряда пробивает рукав насквозь. У нее нет резиста. А, ну в принципе, это не тяжелое оружие, да? А, нет, тяжелое оружие могло быть резист на самом деле. Но не попалось. А реролить нет смысла, потому что у меня огненный урон исчезнет оттуда. Ремонт этой клетки составляет больше здоровья. Кстати, неплохо. Повышать не стихийный урон от нам не приходит. Повышает урон взрывов, но уменьшает их радиус поражения. Так, давай ремонта клетки усилим. Тостер, я подумаю. Если мы найдем, чем поджигать врага нормально. Ирис, например, ту же, да? Хотя, не знаю, боссов настолько ли просто тоже поджигать, как врагов. Штатус огня иначе немножечко позиционирует себя. Кенгуру будет ломать иногда еще. Дробитель в руке, типа, да. Зачем не дробитель вообще? Прыжки? Чисто. Давайте кенгуру возьмем. Да, и все-таки возьмемся тостер. Если получится это все реализовать, то будет замечательно. Повысить все равно 25% еще. Это весьма ощутимо. И вот так, рывок. Отлично. Еще одну кенгуру ставим. Чтобы поменять оружие, хотел сделать такой прыжок. Типа, смотрите, как я красиво умею пользоваться сменой оружия. А у меня что-то оружие взяло и не поменялось. Походу, я там, не знаю, какой-то лог был у меня, возможно. Так, еще одна кенгура, да? Но не такая интересная. Окей, этого добили. Так, сначала выносить надо тех врагов, которые не взрываются. Потому что на врага взрывающегося к нему подбегать особо не хочется раньше времени. Ты особо расстояние не рассчитаешь, пока тебя прессуют другие враги. Ну, тяжело очень это делать. Тяжелее, по крайней мере. Сначала лучше выносить других. Хотя, если у тебя много хп, то можно и пожертвовать им немножечко, да? Если ты восстановишься и без того. Вырубив врага. Вот так, типа, да? И пофигу. Тем более, что меня сейчас как будто бы даже не ударило, не знаю. Плюс у меня резисты есть какие-то. Скорость передвижения бафнута. И вот свиток, который как раз-таки усиливает нам урон за скорость передвижения. На половину значения, да? Он очень полезен. Так, в милишке действительно на стат защиты еще полезнее, чем обычно. И очень важен... Важна скорость передвижения, потому что если ты не можешь нормально к врагу подойти, это прям сильно решает. А варианта бафнуть как-то дальность своей атаки тоже не имеется, по-моему. Так, это на что? На звалькирии, вот сериал. Так, вот такая вот штучка. На самом деле, весьма удобно ей тоже пользоваться мне было, по крайней мере. Снесли. Наши атаки быстрее. Благо, это приятно сделано. Так, давай вот к этим. Ставим турельку. Вырубаем их. При этом у меня во время рывка вроде бы нет неуязвимости. Я на секундочку вот подумал, что может быть когда я делаю рывок просто вот так вот я взрываюсь об кого-то, если я выношу его, то я не получаю урон, но вроде бы у нас ведь не должно быть такого эффекта. Показатели брони повышают, но снижают эффективность ремонта клеток. Я не уверен, что я это хочу брать, потому что ремонт клетки у меня будет стабильный на боссе. Бегемот. Огненный урон. Вот мега стабильно, но по-моему наше оружие меня устраивает вполне. Улучшение. Так, вооружен до зубов мне совершенно не надо. Это как раз на с оружием не затрачивается. То есть на рывок плюс пушку. А вот холодное масло, атака прорез требует на одну единицу комбо меньше, учитывая, что прорез у меня с повышенным уроном еще. И никак не дебафнут, я не взял гитаган себе все же. То это прям замечательно. Что-то вынесет ему. Попасть по нему, блин, да. Так что вот как-то так. Я на самом деле думал, что будет больше проблем сейчас в этом забеге, но в целом я тут, знаете, так... Понимал, чего стоит опасаться, каких моментов, да. В беспечность какую-то не впадал. Старался было быть аккуратным с рельсовиками теми же. Где-то я, конечно, попросирал их в том числе. Ну и понимал примерно, что какие апгрейды меня в целом интересуют. Понимал ценность уже. Нюансов, знаете, опасных каких-то моментов из... Такого геймплея. Того, насколько нужна скорость передвижения и насколько важно броню себе реально повысить. Поэтому без какого-то такого опыта, который у меня был за кадром в милишке, в другом забеге, возможно, было бы все труднее с первой попытки пройти сейчас. Поскольку немножко побегал, устало. Понятнее, какие приоритеты. Это такое понимание дела, оно очень сильно, на самом деле, влияет. Казалось бы, должен и так чувствовать, да, в забеге, что тебе не хватает вот брони, раз ты умираешь, ну, что такое еще. Но бывает очень трудно это, на самом деле, осознать. Просто даже информация о том, что какой-то предмет сильный, какой-то слабый, она очень сильно, бывает, помогает. Потому что так, в процессе ты этих выводов можешь спокойнее сделать. Наверное, постепенно почувствуюсь. Если ты будешь реально их брать. Хотя тут немножечко в другом дело, скорее. Взрываемся немножко. Ну, мне, в принципе, пофигу. Здоровье у нас. Держится вполне себе. Какой мне босс сейчас подойдет, я даже не знаю. Наверное, лучше Uncle Jim все же. Он как-то более безобидный по своим атакам. Шарик, он так... Он как начинает, от него надо сразу убегать, да и он сам по себе двигается. Неприятнее для меня будет, наверное. Отлично. Хорошо, даже взлом мне не помешал особо. А, здесь рывок не работает, точняк. А билки тут нельзя юзать. Казу, кстати говоря. Шанс поджечь себя вообще насрать. Могли бы юзать регулярно, даже другое оружие могли бы использовать. А не кенгуру, а что-нибудь иное. Давай козу возьмем, не знаю. Парные пулеметы. А, это мы сегодня видели, мне это не надо. Так, опыт собрали весь здесь, в принципе, какой был плюс-минус. Правляемся просто дальше. Плюс 39% у нас скорость передвижения, когда мы под бафами отрывка идем после блинка. И при этом у меня еще робо-еда не собрана. А робо-еда нам дает... Робо-топливо, точнее. Но скорость передвижения тоже повышает, вообще-то. Так, кенгуру мы не улучшаем, наверное. Ну, поехали на босса. Так, это более противный босс для меня. Битл-Ройл, да. Ну, окей, допустим. Потому что у него вот эта атака есть, и он с нее снимает прям много хп. И плюс еще у него есть другие атаки, где ты к нему просто нормально не подойдешь. Вот как его бить, а? И причем у этого босса у него больше ты на таймере стоишь. Потому что у тебя весь арена закончится. Хотя, слушайте, а я ведь потом смогу все равно... Даже если арена закончится, у себя самая финальная, да? Вот сейчас его надо бить, да, наверное. Вот такой вот момент именно. Если арена закончится, я же тоже могу в нем в воздухе держаться, правильно? Так, вот этих надо снести. Мерезгул. 45% скорости передвижения сейчас было у меня в моменте. Нормально так тоже. О, нет. Это нехорошо. В принципе, бить его, действительно, можно, когда он делает свои какие-то... Определенно так, когда вырубает себе платформу, например. Я думал, что с ним будет проблематичнее и противнее. Потому что с силовыми перчатками он меня прям разносил. Мне прям было очень неприятно. А так у меня урон, на самом деле, сейчас на боссе весьма хороший. Наверное, потому что просто бафов хороших набрал на шоковый урон. Но это отдельный забег такой. Я бы не сказал, что это прям какой-то показатель дамага. В другом забеге могло быть гораздо меньше урона все-таки в милишке на боссе. Так, что у нас тут? Здесь можно париролить уже, да? А, нет, стоп, нельзя. Фазовый сдвиг это то, что как раз таки полезно. Это сокращает кулдаун рывка. Давайте это возьмем. Рывок все-таки отмечания. Это позволит мне сокращать дистанцию. Все такое. Так, кашалот. У меня еще один левел будет. Да, можно еще попытаться сократить себе заряды прореза как раз. Силовые перчатки. Морозный урон тут. Тоже вроде не надо. Автокрит 5%. Это я точно беру. Перезарядка шанса может вызвать взрыв. Это не надо. Увеличить критический урон после нанесения критического. Ну, иногда может сработать. Мне все равно клетки давать будет ядра некуда. Особо. Кстати говоря, этот улучшайзер может больше не попасться на... Не попасться на. Возможно, есть смысл сейчас вылучшаться. Хотя, слить сене, не-не-не. Я оставлю себе на сети срой оружием, не так много пользуюсь. Еще интересный вариант, если сделать забег чисто на прорез и не брать даже, возможно, слишком много, типа, не улучшать перки свои. Просто набрать себе целую кучу бафов на 75% прореза. Сколько можно набрать? Хотя, возможно, что там есть ограничение на количество таких бафов. Не знаю, кстати говоря. Может, там можно только по два таких улучшения взять специальных от перса. По два каждого вида, в смысле. На два уменьшить количество требуемых зарядов и на 150% повысить урон, например, только. Может, больше нельзя, не знаю. Так, аккуратненько. Блин, ну так вот идешь, да, в толпу? Срок кто-нибудь да будет попадать по тебе. Опасно весьма. Что-то выносит, если честно. Хотя бы от этого не взрывайся. Окей. Снесли тоже. Еще когда вот так сверху вниз притягиваешься к кому-то, то на голову частенько ему либо наступаешь, либо не получается с милишки достать со своей нормально. Тоже частенько замечал. Сейчас приятно будет. Турельку выносим. Турель сильно заливает, очень сильно мешает. Так, этим. Ну да, типа я вроде под бампом, но... Как минимум половина моих атак просто не доходит до врага, потому что я немножечко не на том уровне нахожусь с ним. Ну прикольно, что милишка, она вполне играется и дает реально интересный, уникальный опыт. Сверхзвук, автокрит. Ну это прикольно оружие, очень прикольно, мне он очень нравится тоже. Я бы сказал, что типа тут пушик, с которым мне очень комфортно я себя чувствую, такой приличный списочек набирает, если так задуматься. Так, это нам не надо. К урону прореза можно взять себе, конечно. Использование умения рывок, передержать текущее оружие. Так, нам не надо. То есть, либо я повышаю урон с 275% до 350%, либо я позволяю себе использовать его не каждый четвертый удар, а каждый третий. Чем после каждого трех кинжалов. И плюс еще у меня рывок, кстати говоря, дает мне заряд. Наверное, я бы лучше бы... Атака прорез требует на одну заряду комбо меньше. Я бы лучше вот это прекращал взять. Три заряда, это сильно. В итоге я взнашел, взял в краске все, что я хотел, и как я и говорил, да, что... Либо в начале у меня получится как-то это найти, такой вот срезку кулдауна, да, где у меня есть... Плюс одно улучшение со старта, есть... Одно улучшение с локации еще, да. Либо в конце, тогда, когда у меня уже все будет докачано. Когда мне брать уже будет особо нечего просто больше. Встали трельку. Взнесли. Этого тоже. Снесли теперь. Минус элитник. Проскочил обоих. Так, вот эти вдвоем так встали вообще. Можно хорошо погасить, но в то же время... Если налететь на атаку, будет больно. Одного вырубили. О, нет. Что-то не в тему было сейчас, но быстро, в принципе, вышел из эффекта. Тихоник, отлично. Правда, хотел, хотел ударом вниз уйти от его атаки, он может сделать пулеметную очередь, поэтому... И быстро перенаправляется. Поэтому идеально не получилось. Но в целом мы тут... Не слишком прям быстро, знаете, да? Но уверенно, здоровья много хиляем. Благо, за милишку тебя прям хорошо награждают тем, что все-таки восстановление очень много дается здесь. Так, космо. У меня космо не надо, я думаю. Поехали вниз. Так, улучшайзер здесь есть, окей, хорошо. Нет магазина, кстати говоря, зато. Пузырь-комет, разведвинтовка. Огненный урон, разведвинтовки нам не надо. Здесь шоковый у пузырь-комет, между прочим. Шоковый урон. Мне дробитель не очень нравится. А, слушайте, можем на халяву это взять вообще. У меня же есть жетон, даже два жетона, между прочим. Перенастроить пузырь-комет. Сколько стоит? Непонятно немножечко. А, ну здесь написано синее. Единичку стоит, но при этом пузырь-комет у меня анлокнут, да? Я же не смогу его бесплатно перекачивать или как? Кенгуру стоит один, здесь бесплатно реально. Потому что если у нас прокачено оружие, да? Анлокнуто оно. У нас не только прокачка его вот здесь подешевле стоит, да? Но и реролл мне писали. Типа я могу бесплатно его перенастраивать синего качества, что ли? Получается, или как? Можешь даже проверить, но меня более чем устраивает текущие аффиксы. Шоковый урон все-таки есть. А здесь больше синих пушек нет, анлокнутых каких-то. Ну давайте прокачаем себе кенгуру тогда. Что еще мы делаем? Похрен себе, давайте рерольным. То есть реально я могу бесплатно реролить сколько захочу, да? Окей, давайте шоковый урон обратно тогда. Шоковый урон хочу, он должен быть синим аффиксом. Во, шоковый урон, плюсы к автокриту. Шок наносится быстрее, к скорострельности. Не нравится, давайте другой шоковый урон. Реально можно так делать, получается. И причем синее оружие, оно весьма себе много аффиксов имеет. Ты как бы фиолетово так делать не сможешь, но синее и зеленое можно. А это весьма приятно. Можешь найти что угодно желаемое так. Так, шоковый урон автокрит, к урону, к нагреву, к скорости, к перезарядке, ну пойдет, допустим. Хилочка и все, да? Вроде все. Кенгура огненная. Поехали. Идис остается. Цирис как будет, не знаю. Первая фаза меня больше опасает, хотя и вторая может быть проблематичный. Потому что вторая отбегает от тебя очень быстро. И ту, и другую на самом деле тяжело бывает бить. Так, ракета одно из самого неприятного, что у нее есть, я бы сказал. Ни фига не видно. Вы посмотрите, ее хп... А, нет, хп хорошо гасится, слушайте. Ятаган работает только так. Вот сейчас ее бить нельзя, видите? Вот, а судя по всему, почему мне казалось порой, что как-то она странно в мире гасится. Она по мне вроде ни с чего не попадает, а она все ульт свой кастует уже давно, судя по всему, да? Вот, видите, сейчас опять не билась. Никак. Непонятно, как это не отворится. Ай, ляпнулся. Кошка не доставал до нее, судя по всему. Добивай. Немножко не добил, а вот теперь снесли. Странный бой какой-то был. Снесли, на самом деле, вперед ножками. Вперед лапками, вперед глазками. Не знаю, как в контексте ее лучше корректнее говорить будет. Так, сразу бежим к ней. Ставим турельку свою. И поехали рубить. Вот так. Ух, нихрена подкинула меня как. Окей. Давайте так делать. Так, вот пока я вот это атака, вот как раз-таки если рядом с ней находишься, то очень можно попасть вот в такое, в просак. Легко. Что ты от этого особо не задоржишь так. Вот я от того, что я головокрушением отпрыгиваю от нее, я отскакиваю как от батута. Ай, попало все-таки. Давайте. Рывок свой я могу вообще к ней присасывать. Слушайте, вообще имбища. Этот перс через кинжал? Люто жесткий. Если собрать вот этот билд, он прям разнес ее. Будь здоров как. И у него охрененный регент. То есть мы прям с большим запасом даже вынесли. Мы впервые за него прошли игру в сцаре, да. Слушайте, я давно за него не играл. Отличный забег. Весьма такой, знаете, прогулочкой в парке оказалось даже. Внезапно. Может, конечно, я приноровился просто потихонечку уже к игре. Потому что не первый раз играю на этом уровне сложности, все такое. Но мне понравилось. Можно иногда через гитаган, можно через разрез. Если с разрезом, то прорез точнее, то ему хочешь комбо срезать, да. И улучшение, которое обычных перков находят... Не перков, улучшение точнее, да. Обычные улучшения находят, чтобы брать себе плюс 75% урона для него. Ну и, соответственно, обязательно, чтобы рывок у тебя бафал скорость атаки, очень полезна рукопашка, потому что и резист, и урон, и еще и рывок позволяет тебе открешивать. Ты, по-моему, позволяет тебе как его. Сохранять дистанцию лучше, сокращать его постоянно. Роботопливо просто приятный тоже баф, который стабильно работает. Но на последний слот можно как любимчика взять. А, ну можно иногда шоковую инфузию. Это 20% урона в любом случае, да. Но само по себе, отдельно от всего я бы не брал этот перк. Если у тебя нет бафа стихии какой-то конкретной, то 20% шокового урона и сделать шоковую инфузию на кинжал звучит не очень мощно. Шоковый взрыв тоже не прям сильно нужно. Но если у тебя есть шоковые свитки и какой-то другой элемент, вот тогда есть смысл в этом. Если же нет, тогда я бы брал либо любимчика, либо вот ятаган, если не на прорез все-таки, да. Если не на прорез, тогда с обычных улучшений берешься 15% улучшения на кинжал урона чисто. Например, так. Улучшение регена клеток тоже полезно в броня. Все такое. Метка, соответственно, вот отсюда с неумолимой погони. Это причем, видите, оно одно улучшение требует, а второе мне там не очень заходило. Потому что оно после рывка делало мне оружие неперегреваемым. То есть это улучшение еще и можно куда-то влить тоже. Вот какой-то такой билд получается, при этом можно по-разному его реализовывать через милишку, через его обычную атаку. У меня сейчас такой частичный гибрид получился. У меня вроде урон кинжал, но в то же время прорез, но не совсем на прорез. Ни туда, ни сюда, ни до конца. На прорез, в принципе, можно было бы брать, конечно, еще... Там был перк, который делает выстрел прорезом. Насколько он мощнее обычной атаки, не знаю. А я все равно сблизи как бы бью. То есть, брать тот перк, чтобы издалека можно было прорез запускать. Ну, не знаю. В общем, как-то так, ребят. Прошли вполне уверенно, вполне приятно. Мне понравилось. Надеюсь, что и вам тоже зашло. Подписывай, ребят, на канал, если это так. Мне будет очень приятно. Спасибо всем, кто смотрел. Я старался. Следующая серия, ребят, у нас предположительно будет завершающая на ближайшее время. Если там не выкатится обновление. А если выкатится, если... Посмотрим на него еще парочку серий. Смотря какое оно там, собственно, будет там. Касаемо их ближайших планов по играм. Я писал постик в ВК. У себя, собственно, там. Мысли на этот счет. Что после робоквеста, эндер магнолий, спейсбэйдейтерс, тоже скоро закончится. Возможно, дипроп галактик, сурвайвер скоро закончится. На какое-то время. Будет видно. Там это все описано, в общем-то. Пишите, мысли на гряд, касаемо ассасина. Как у вас впечатление? Я бы сказал, что вот я... Сейчас получилось его показать с хорошей стороны. Но я понимаю, что он может вызывать гораздо большие трудности. Потому что, я говорю, я за кадром немножечко за него побегал. И прям вот... Один раз я чуть не скис, как раз-таки очень быстро. У меня почти все здоровье закончится. Когда я побежал за рельсовиком, меня просто несли. В аквастанции, правда, я ходил. В аквастанции, мне кажется, противнее локации. Я случайно не взвернул их туда. Но сейчас получилось реализовать хороший урон. Насколько у него хороший урон в других средних забегах, когда не так хорошо тебя по свиткам наваливает? Не знаю. Может быть, через обилку вполне нормальный дамаг. Может, через обычную милишку, например, не хватает дамага на боссах чаще. Потому что я вот так еще бегал. Ну, в общем-то, как-то так поиграли. И весьма... Весьма приятно чувствовать для себя. Подписывайтесь, ребята, на то, что вам зашло. Пишите свои мысли касаемо этого забега, касаемо такого билда. Какие у вас впечатления, какой у вас опыт игры, возможно, с ним. Оставляйте комментарии на сегодняшний видео. В целом, ребята, мне будет очень приятно. Вступайте на следующий курс, хотите пообщаться. В группу ВК, в которой вы видите фоточки, инсайдики, не только. Но я вас здорово, ребята, в вашем стране. Такого же дня. Всех скусь и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok